Слава Иисусу! Я очень рад видеть всех вас и всех вас с праздником и Церковь Фавор. Я просто слушаю их, просто назидаюсь и радуюсь за вас и вместе с вами. Спасибо вам от души. Действительно, это Бог. И лета и они кончились. Его начало, и Его продолжение, и Его конец. Ибо Он есть Альфа и Омега. Слава Христу! И тот, кто начал это дело, он ее закончит. Просто разрешайте Богу действовать в вашей жизни во имя Иисуса. Я только прилетел из далекой теплой Флориды вчера. Прилетел, а чемоданы, как бы, ну бывает так, не пришли. Поэтому я уже настроился, что буду проповедовать здесь в джинсах. Хорошо, Петрович поддержал меня. Говорит, я тоже одену джинсы, пастор, не переживай. Ну мы там пока занимались поиском одежды, решали как-то вопросы. Но все уже, можно сказать, хорошо то, что хорошо заканчивается. Поэтому я очень рад быть здесь, видеть вас и служить просто для прекрасной молодежи во имя Иисуса. Немножко, несколько слов о церкви, откуда я приехал. Времени не так много, но хочу сказать, я как-то говорил о церкви в Джексон-Вилле, это на Флориде, где я служу пасторами. Сказал так, у нас церковь интересна тем, что у нас за 13 лет, вот сколько эта церковь, как она началась и существует, было два похоронных служения и около 70 бракосочетаний. То один гость приехал, а он где-то услышал и говорит, понятно, говорит, почему к вам все едут? Я говорю, почему? Потому что у вас же, говорит, старики не умирают, а молодые все замуж выходят и женятся. Приезжайте, welcome, добро пожаловать, еще есть возможность и место для вас. А вообще, мы в своем городе много служим для молодежи, поэтому у нас есть разные школы, миссионерские, для подростков, куда приезжают студенты с Украины, с России, со всей Америки, с Канады, с Германии. Поэтому мы испытываем огромное благословение, просто служа, чем мы можем, и сколько можем, и как мы можем для молодежи. И я здесь просто для вас и ради вас, я очень люблю молодежь и желаю, чтобы всех вас Бог благословил. И поэтому я хочу просто сказать слово утешения, слово ободрения, слово надежды во имя Иисуса. Понятно, что молодежь иногда делает то, что не надо делать. Иногда мы где-то там падаем, такое бывает. Но дело в том, что мы, я четко понимаю то время, в которое сейчас живет молодежь. Мы когда-то были молодыми, сейчас уже только красивые. Но интересно то, что и в то время были искушения, но сейчас их в несколько этажей больше. Ну, во всяком случае, я помню, вот я, например, как-то прошел с работы вместе с своей женой, просто по городу прошли. И кто-то увидел, как мы шли, и просто доложил, куда надо. И нас разбирали на братском совете. Скажите, вам такое и не снится сегодня? Кто вас разбирает? Вы слышите, молодежь? Но вы сами можете решать, что хорошо, что плохо, что надо делать, а что не надо делать. Но искушений борьбы очень много. Но молодость должна быть святущей, благословенной. И то, что человек может сделать в молодости, он не может сделать уже в последующие годы. Поэтому она должна быть яркой и благословенной. И это время вы никогда не возвратите. Вы знаете, что молодежь часто, она занята такой мыслью, как хорошо провести время. Я здесь, чтобы вам сказать, но время не проведешь. Время не проведешь. Оно больше никуда, никогда не возвратится к тебе. Еще я спрашиваю иногда молодежи, как вы провели? Они говорят, мы хорошо провели время. А я спрашиваю, куда вы его провели? Молодежь, вы здесь? Слава Богу! Поэтому мое послание сегодня для нас – это примере жизни Даниила. Высокий дух Даниила. Высокий дух Даниила. Вы слышали что-то о нем, вы читали о нем. Но Библия о нем говорит так. Мои операторы, вы можете помогать мне, если можете. Спасибо, Паша. Видите, высокий дух Даниила. Почему я хочу говорить об этом? Потому что определяющим в нашей жизни является состояние нашего духа. И прежде чем мы приходим в Дом Божий, мы должны этот дух готовить и настраивать. Почему? Потому что, что написано, город разрушенный без стен, то человек, не владеющий своим что? Духом. Больше того, мы можем слышать Бога только в своем духе. Вот почему надо настраивать. Человек, дух, который не настроен, это как расстроенная гитара. На ней можно играть. Но это никого не завлекает. Бог желает настраивать наш дух и говорить к нашему духу. Слава Богу. Это понимал Даниил в свое время. И он был занят серьезно этой проблемой. Пусть это остается. А я вам просто расскажу, прочитаю еще один стих. Даниил превосходил прочих князей из Сатрапа, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял, его уже поставят над всем царством. А теперь послушайте. В Америке психологи, они придумали вот такой тест, стресс-тест. И расписали его как бы по нотам, что человек может переживать практически в жизни. И они говорят приблизительно так, что если люди развелись, это приблизительно 100 баллов стресса. Они настолько это все расписали четко, что даже, говорят, если Рождество, это 12 баллов стресса. Ну, за подарки там переживаешь. Ну, понимаете, да? Но, они говорят, что если уже 100 баллов, это человека уже, можно сказать, человек обычно попадает в депрессию. Но, говорит, если еще больше взять, там больше стресса, 300-400, не каждый человек может вообще выдержать. И многие в этой ситуации уже просто сдаются. И почему я говорю это? Потому что вот эти же психологи, они посчитали, что Даниил в свое время прошел через 700-800 баллов стресса. Это уже такое состояние, когда крышу срывает. И я почему говорю о нем? Потому что он был молодой человек. И вот вы видите здесь, смотрите, он видел своими глазами, как был разрушен Иерусалим. Что это значит? Это чаяние многих сердец и народов. Он видел, как на его глазах его родители были отведены в рабство, просто взяты в плен. И именно эта ситуация случилась в его жизни. Когда его просто взяли, разделили с родителями и увезли неизвестно куда. Он был просто как раб в далекой, чужой стране. Но еще одна мысль моя по поводу, какое начало было. Вы видите, что имел он нездоровое окружение. Да, имел нездоровое окружение. То есть окружение было плохим или никаким. Или просто хуже не придумаешь. И велел царь созвать тайновесцев, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение. Они пришли и стали пред царем. Если вы прочитаете вот это в Библии, книгу Даниила, вы увидите, что там много идет речь именно об этих людях. И именно в такую обстановку или в такое окружение попал Даниил. У меня вопрос лично к себе и к вам. Как выжить в трудных обстоятельствах и быть положительным примером для других? Как мы можем выжить, несмотря ни на что? Часто люди, с которыми я общаюсь, они говорят приблизительно такую мысль. О, говорит пастор, вы не знаете, через какие трудности я прохожу. Но мне кажется, что никто ничего подобного в жизни не испытывал. И тогда отвечая тем людям, я утешением говорю, я одного человека знаю. У них как бы любопытство выше запредельная норма. Говорят, скажите, а кто? Я говорю, имя Ему Иисус Христос. Он прошел раньше тебя, раньше нас. Когда нас еще не было, Он все испытал, кроме греха. Чтобы написано что, искушаемым что, помочь. Поэтому, как устоять смог Даниил, несмотря ни на что? Как он достиг высот, что он был руководителем, можно сказать, президентом страны? Несмотря ни на что. Как это получилось у него, как пример для нас, чтобы мы, просто извлекая уроки, могли тоже подражать таким людям? Итак, как он смог устоять? Вы видите, что он имел четкое представление о власти. Это написано прямо в первой главе. В третьем году царствования Иакима, царя Иудейского, пришел на входностор царь Вавилонский к Иерусалиме и осадил его. И дальше тот стих, который вы видите. И предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Сенаар, в дом Бога своего. Ну и так дальше. Значит, Даниил в то время, в своем возрасте, он понимал вот этот, он имел четкое представление о власти. Что это значит? Вот сейчас вот Петрович говорил много о заботах, о переживаниях. И очень важно понять, если мы попадаем в сложную ситуацию, что происходит. Вот я всегда попадаю в сложную ситуацию, пытаясь для себя найти ответ на два вопроса. Первый вопрос, что ты, Господи, хочешь сказать мне через это? А второй вопрос, чему ты, Господи, хочешь меня научить? И если человек может ответить для себя лично, он уже на пути к исцелению. Потому что Бог, в Который мы верим, Он есть добрый и благой Бог. Скажите, слава Богу. Слава Богу. И вот здесь то, что он оказался в Вавилоне, Данил четко понимал, что за всем этим стоит Бог. И неправильно думать, что все хорошее – это от Бога, а все плохое – это от дьявола. Ну, есть разные на этот счет учения, мнения. Но он понимал, что миром правит Бог. Он понимал, что Он на троне. Ему подчинено все. И вся власть в надежных Божьих руках. Вот это понимание дает человеку четкое представление не потеряться в любой ситуации, даже в критических ситуациях нашей жизни. Он понимал это очень хорошо. Еще какое благословение несет для нашей среды вот это понимание? Если вы понимаете, что есть на небе Бог, Которому подчинено все, то в вашей жизни будет проставляться Он и только Он, потому что Он достоин славы и хвалы. Скажите «Слава Богу!» Аллилуйя! 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 Я хочу вам сказать, что когда вот царь Навуходу Носор преуспел, послушайте, то в какой-то момент он возомнил, и он не понимал вот этого принципа, и он сказал, просто прохаживаясь по дворце, говорит, «Не это ли величественный Вавилон, который я построил?» Помните, да? И вы знаете, что было потом? Потом наступил момент, когда Бог начал говорить к нему. И что меня захватывает в том, это то, что однажды он услышал вот эти слова, «Царство останется при тебе, когда ты познаешь небесную власть». Многие в своей христианской жизни, не только христианской жизни, поднимались на определенные высоты. Но любая высота, она опасна головокружением. И это испытание серьезное. Главное, чтобы голова не закружилась. И Бог говорит, «Власть останется при тебе, когда ты познаешь небесную власть». Я говорю вам, молодым, я знаю, что от молодежи, в основном все требуют, начиная от родителей, церквей, пастырей, все требуют подчинения. А непросто. А непросто. Но хочу вас просто утешить и поддержать. Много послушания никогда не бывает. Запомните это. И во всяком случае, это тебе никогда не повредит. Но ты сможешь подняться до определенных высот, как это случилось в жизни Даниэла. И я вас просто вдохновляю. Во имя Иисуса. Даниил верил даже, что он, служа на Фодоносору, он служит Богу. Поэтому он все это делал хорошо. Делал так, как и должны делать мы, христиане. Следующее. Как у него получилось выжить и устоять? Он был подотчетен и хранил себя. Вот обратите внимание на этот стих, который вы уже знаете. Даниил положил в сердце своем «Не скверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь». И потом просил начальника Евнуха в том, чтобы не скверняться ему. Даниил что-то положил в свое сердце. И у Даниила получилось. Вот представьте себе, молодежь, послушайте меня. У Даниила не было книг, которые вы читаете. Над Даниилом не было никакого воспитателя толкового. Не было пастыря. Не было церкви. И этот перечень можно продолжать. Не было здорового окружения. Ничего не было. У нас как бывает? Одни оправдания. Ну, кто-то уехал, кто-то не пришел, кто-то там... Вы поняли меня? Даниил ничего этого не имел. Но он чем-то обладал, чем другие не обладали. Вот смотрите, вот закончится эта конференция очередная, и ваше будущее зависит от того, что вы положили в свое сердце. Даниил это положил. Вот смотрите, вы не сможете пойти, например, учиться, если вы не решили это в сердце. Правда? Вы должны просто принять решение. Вы положили это в сердце. И Даниил говорит, я знаю, что искушений будет много, и мир, и девушки, и парни, каких только искушений не будет. Но вот он решил, и Библия говорит, послушайте меня, и тут же, и он обретает благорасположение уже начальства. Оказывается, святых людей любят даже не только в церквях, не только Бог, а даже грешники. Хотя у них настроение меняется, но если святость твоя не меняется, то будет в твоей жизни то, что случилось в его жизни. Слава Христу! Он положил это в сердце, и с Божьей помощью у него это получилось. Поэтому я просто вас вдохновляю, молодежь, на святую победоносную жизнь. Хочу сказать, что это прекрасно. И если я люблю Бога, то я знаю, что Бога, который я люблю, Он просто, ну любит невероятно святость. Он сказал, будьте святы, потому что я свят. И если Богу это нравится, то я должен сделать все возможное и невозможное, чтобы у меня это получилось. Потому что Ему это нравится, а я люблю Его. Все! Он положил в своем сердце это. Дальше. Он был верен Богу и доверял Богу. Вы согласны с этим или нет? Два примера. Он верил, что никакие чародеи не могут ее проклясть. Есть на небе Бог, который больше всех. Аллилуйя! В наши дни есть люди, которые просто убеждают, что вы под проклятием, а потом разрушают эти проклятия. Но легко разрушать того, чего нема по-украински. И запомните, любого человека легче убедить в проблеме, чем его решить. И многие этим пользуются. Но есть на небе Бог. Есть на небе Бог. Есть на небе Бог. Он Ему доверял и Он Ему служил. Написано, Он избавляет и спасает и совершает чудеса, знамения на небе и на земле. Он избавил Данила от силы Львова. Вы знаете, в Америке сейчас все сверхъестественное заменяют технологиями. Они суперсовременные. Они приходят и к вам, и волна накрывает все. Это неплохо. Но есть на небе Бог. За Ним последнее слово. И ничто человеческое, оно не в состоянии заменить силы Божьи. Нам нужен Бог. Аллилуйя. И Он всегда придет на помощь тебе, если ты просто доверяешь Ему, если ты полагаешься на Него. Скажите, слава Богу. Есть Бог. Поэтому, когда, например, Он оказался в печи, даже вот эти друзья оказались в печи, помните? Интересно то, смотрите, что когда Он оказался там, в огне, когда они оказались, то там был четвертый, помните? И что интересно, когда этих троих взяли из печи, то за четвертого ничего не написано. Как вам кажется, где Он остался? Ну, Христос остался там на всякий случай, если вы попадете туда, чтобы тебе помочь. Написано, с Ним я в скорби. Избавлю Его и прославлю Его. Самое тяжелое в христианстве. Знаете что? Запомните, суть не в том, через какие проблемы человек проходит или испытания. А суть в следующем. Скорбь близка, а помощника нет. То есть суть в том, помогает тебе Бог или нет. И если Он помогает, то не имеет никакого значения. Или винный ров, или огненная печень, или недопонимание родителей, или какие-то разбитые надежды, не имеет никакого значения. Скажите, слава Богу. Операторы, вы, пожалуйста, вернитесь. Я один момент пропустил. Поэтому третий. Он постоянно и преданно молился. Вы видите основной стих. Окна же в горнице были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклоняя колени и молился своему Богу. И что написано дальше? И слава словил Его. Аллилуйя. То есть Даниил это был человек молитвы. Запомните, именно из-за молитвы, из-за молитвы он попал в львиный ров. И именно из-за молитвы он поднялся до невероятных высот. И мы о нем знаем и проповедуем другим. Вы знаете, когда человек идет путем молитвы, иногда дьявол ставит под ножку. и когда у тебя что-то не получается, а ты же просил, а ты об этом молился, а видишь, какие результаты. Вот здесь результат. Поражения, потери могут быть временные, а благословения серьезные надолго. Скажите аминь. Благодаря молитве Даниил, он стал известным всему миру. запомните, ваша одиночная или личная молитва, она должна быть сильнее публичной. И дольше, и конкретнее. Молитва. Мы часто посещаем Кубу, я заметил, у них на конференциях, даже когда объявляют перерыв, некоторые там общаются, кушают, а основная масса молится. Во время перерыва. Молитва, это серьезно, особенно для молодежи. Часто у меня спрашивают, как пастыря, вот как зажечь молодежь на молитву? Вы знаете, как я им отвечаю? Я говорю так, запретите им. Вот, когда мы были молодые, нам постоянно запрещали молиться. А мы молились, а мы молились. Где только встретились, там и молились. Почему? Ну, братья переживали, чтобы мы не попали в какие-то там заблуждения, искушения, так страховали. Но как нам хотелось, когда нам не давали? Вы даже не представляете. Мы наслаждались молитвой настолько, что мы каждый день искали друг друга. Если встретились, то уже кажется, небо на земле. Молитва. И я в своей практике наблюдал за молодежью и видел вот таких людей, вот представьте себе, закончившись средуное собрание, а они остаются в церкви. Говорят, пастор, можно мы останемся? Я говорю, зачем? Мы хотим помолиться. Я говорю, а что мы здесь делаем два с половиной часа? Они говорят, нам мало. И сейчас эти люди молодые уже пастыря, служителя, евангелисты. Я говорю, о, Данииле, кто мне скажет, пожалуйста, как о нем Бог отзывается, какое имя дано? Петрович, вы не подсказывайте. Какое имя дано Даниилу? Кто скажет? Муж желаний. Вот человек был такой, сколько желаний. Ему Бог это, а ему мало, а ему мало. Вот такая невероятная жажда. И Бог говорит с ним, как с родным сыном, муж желаний, там что надо, какая проблема? Это близкие, яркие взаимоотношения. Молитва, молодежь. Вы меня слышите? Нет? Вот послушайте, у вас есть во многих сейчас селфоны, правда там, или айфоны, не знаю, но мобильные телефоны, правда есть? Правда, скажите, что если он не заряжен, труба, он никому не нужен, пусть он будет там четвертом, пятом поколении, там самый крутой. Послушайте, если он разряжен, он тебе ничем помочь не может. так точно это относится к нам, к крестьянам. Если мы не заряжены, честно скажу, мы никому не нужны. Люди приходят в церковь, чтобы видеть Иисуса. И все зависит от подзарядки. Правда или нет? Но тот, кто заряжен, он служит благословением, он светит, он согревает, он благословляет. Поэтому, как выжить, несмотря ни на что? Как побеждать, когда кажется все против тебя? Пожалуйста, обращайте внимание на Даниила. Размышляйте об этом дома. Мне он очень нравится. Он меня просто вдохновляет. А я хочу просто вас вдохновить. Пожалуйста, обратите внимание на вашу молитвенную жизнь. Человек, который молится, запомните, он не грешит. Благодаря молитве. А кто не молится, то живет как получается. Поэтому я просто вас вдохновляю, молодежь. Пожалуйста, обратите внимание на Даниила. И еще одна мысль моя. Вот этот стих, когда ему запретили молиться, помните? Смотрите. Окна же в горнице были открыты против Иерусалима. И он три раза в день при кланкалении молился своему Богу и Слава Слава. Три раза в день, когда запретили. Некоторым запрещать надо. Когда запретили? Послушайте. Я за молитву все вам не расскажу. Но хочу вам сказать следующее. С собой у меня есть книга, которую я с Божьей помощью написал. Научи нас молиться. Вы можете приобрести там на выходе. Я считаю, что это актуально сегодня, жизненно необходимо. Сегодня будет. Я просто ее писал, что меня побудило к этому, что я наблюдал за людьми, что, например, меня как родителя вдохновляет. Вот смотрите. Бывает человек молится в церкви, бывает человек молится, когда родители ее пригласили молиться. Если, допустим, вы еще молодые, с родителями живете. Но послушайте меня. Если человек сам по себе один на один не молится, то он еще не начал молиться. Поэтому хорошо, когда дети говорят, папа, родители говорят, пошли помолить. И они все окружили, молятся. Но я иногда вот захожу там в комнату какую-то постучался и смотрю там молятся. Мое дитя или не мое. Я начинаю плакать. Бог говорит, войди в комнаты твои, закрой двери и начни молиться. Поэтому когда-то Савл, он много молился, будучи фарисеем, но об этих молитвах ничего не было известно на небе. Но однажды он встал на колени. И та мысль раскрывается в этой книге. И Бог говорит, он теперь молится. Аллилуйя! Скажите, слава Богу! Послушайте, если вы, допустим, в вашей душе теснота, вы даже пробовали каяться, исповедоваться, но нет свободы, это часто потому, что не было должного сокрушения и искренности. Но когда вы пойдете этим путем, у вас все получится. И последнее, как у Даниила получилось, как он выстоял, несмотря ни на что. Он изучал Слово Божие. Я извиняюсь, я проведу небольшой такой тест, задам некоторые вопрос аудитории, только вы не подсказываете никому ничего. Вот этот ряд, девочки, будьте как дома, не переживайте, мальчики тоже. К вам вопрос, вот этот ряд. Как вам кажется, есть в Библии вообще послание Иуды, есть или нет? Вы молчите? Есть. Хорошо. Следующий вопрос, тоже только вам. Как вам кажется, какой Иуда написал это послание? Тише? Брат Якова. Ну хорошо, ладно. Последний вопрос, и мы закончим его. А как вам кажется, сколько глав посланий Иуды? Ну тебе приз будет. Спасибо. Просто мне хотелось узнать, как украинцы читают Библию. Библию. И я в одной аудитории просто задавал подобные вопросы, и чем они меня удивили, говорят, ну, говорит, пастор, совсем согласны, ну, чтобы Иуда что-нибудь написал, поверить не может. Ну, понятно. Понятно. Я говорю, просто объясняя людям, что Иуда это нормально было имя до определенного момента. Правда? И поэтому были хорошие Иуды. Но наступил момент, когда все изменилось. Поэтому послушайте меня внимательно. Он изучал Слово Божие. То есть он, в принципе, не имел Библии, которую вы имеете. Но те книги Тора или просто те книги, которые он имел в то время, он исследовал и изучал. И вы видите, что он нашел вот этот момент. В первый год царствования его я, Данил, сообразил по книгам число лет, о котором было Слово Господне к Еремии и Проку, что 70 лет исполнятся над упустушением Иерусалима. То есть он, читая и исследуя Писание, он понял вот это пророчество, которое было сказано когда-то, можно сказать, давным-давно. И он начал действовать, он начал что-то предпринимать, потому что Слово Божие проговорило лично к нему. Поэтому я просто вас вдохновляю. Молодежь, если вы хотите подражать Даниилу, вы должны подружить со Словом Божьим. Вы знаете, что я вот слушал свидетельства многих, и вот недавно мне один молодой человек сказал в Америке, что я когда покаялся, когда покаялся, будучи неверующим, родителем католики, я за две недели прочитал Библию. Ему в то время было 16 лет. Я отвлекался только покушать и снова читал. У меня вопрос, сколько вы уже раз прочитали. послушайте, я знаю одну девчонку, которая сказала, что я в 13 лет уже 4 раза прочитала Библию. 13 лет. 13 лет. И я мог бы этот перечень продолжать, но вот этот молодой человек, послушайте, когда Бог ее коснулся, его жизнь кардинально поменялась, и хотя все были и все против Него, он закончил на отличие школу, потом университет. Сейчас он в Америке, ему за 30. Он доктор экономических наук. Он уже там выучился. Он преподает в университетах. И он пылкий, горящий христианин. Слава Иисусу! Не имеет значения, где ты живешь, но очень важно, что ты из себя представляешь. Какой ты человек. Если у вас будет желание подражать таким, как Даниил, то вы будете жить в победе, несмотря ни на что. Вы будете радоваться не потому, что все вам улыбается, все в вашей жизни гладко, потому что в вашем сердце есть несякайный источник радости, в вашей жизни есть Христос. Но все определяет жажда. Муж желаний. Вы слышите меня. Вот я заканчиваю свою проповедь, скажу еще несколько слов за Кубу. Вот смотрите, что в наши дни делает Бог. Что мы иногда не замечаем и не обращаем на что внимание. Первое, что когда строилась церковь фавор и не только фавор, когда началась перестройка, мы думаем и говорим иногда, что коммунисты они нам ничего хорошего не сделали и не принесли. Но я иногда говорю им спасибо, да, спасибо за то, что к 90-м годам они нас, украинцев и русских, так подготовили к евангелизации. Можно, что лучше не придумаешь. это не мы, это они. Они так, когда приходили, нас звали в Домы культуры, говорят, придите, расскажите о Боге. Мы никого не приглашали, были переполнены из залы. Почему? Потому что душа многих кричала и Бога искала. Мы сейчас можем вспоминать то время, но сейчас время не хуже. И Бог такой же, как был тогда. Просто мы иногда не используем то, что мы должны использовать и можем. Тоже ситуация на Кубе. Вот этот коммунистический, можно сказать, строй так подготовил кубинцы к евангелизации. Так, что они просто вот неверующие садят часами, сидят, слушая Слово Божие, не отвлекаясь ни на что. Мы только приехали вовремя туда и все. Мы только сеем Слово, а они сидят. Вот как вот просто мы сняли музей для евангелизации. Через два с половиной часа нас попросили оставить территорию. Люди неверующие вышли вот так, окружили нас и говорят, не оставляйте нас, не уезжайте. А это вечер, вечер. Я говорю, я говорю, как, а куда? Ну, пожалуйста, не оставляйте нас. И одна кубинка говорит, поехали к нам домой. А чем ехать? Говорит, транспорта нету. У нас был автобус такой, 16-местный, набилось 32 человека, а водитель отказывается ехать. Говорит, он рассыпется. Говорит, не рассыпется. Мы так вот несколько рейсов свезли в дом и они с малыми детьми до полдвенадцатого слушали нас, не двигаясь. А некоторые, уходя домой, говорят, мой муж, наверное, выгонит меня из дома, я еще так поздно никогда в жизни не приходила домой. И только потому, что они слушали Слово Божие, у них невероятная жажда. И люди каются, обращаются к Богу. Просто невероятные вещи Бог делает в наши дни. И наше дело, послушайте меня, вот наше призвание в евангелизации. Бог предоставляет возможности для евангелизации. Вот как в Петровича получается, в больницу попал, это же возможность. А готовность проповедовать, евангелизировать, это моя ответственность. И проблема не в том, что возможности стали другими, а проблема вот здесь, в готовности. Что до меня, говорит Павел, то я, скажите, как он сказал, то я готов. Сегодня здесь много работы. Я хочу просить вас, молитесь о нас. У нас только на Украине сейчас семь эволюционных групп. Две в России, одна на Кубе, с одной церкви. И мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Когда вспомните мое имя, помолитесь за меня. Всех благ вам от души, братья и сестры. Повторяю, как можно выстоять, несмотря ни на что. Надо правильно понимать власть первое. Надо что-то положить в сердце свое. Чем раньше положишь, тем лучше. Потому что если сестренка какая-то попала или братик, то тогда трудно туда что-то положить. Но когда правильное основание... Вы знаете, несколько слов за Библию скажу. Смотрите, как вы молодые, вы мечтаете о деньгах, о бизнесе. Правда, есть такое. Как можно иметь величайшую прибыль? Как можно иметь? Как ее можно получить, достичь? Очень просто оказывается. Я вам скажу секрет. Если вы мечтаете о прибылях, послушайте, написано, я радую Слову Твоему, как человек, получивший великую. То есть, когда тебе что-то Бог говорит и открывает для тебя, это несравнимо ни с чем. Скажите Аминь. Вот почему я сегодня вам это проповедую. Ну, еще одну вещь скажу тут как раз Петрович, он занимается бизнесменами, куда лучше вкладывать себя, время, деньги, чтобы получить оборот хороший. Мой совет один, только вкладывайте им недвижимость. Расшифровка. Я не имею ввиду вот это, что недвижимость, здание. Написано, всякий, кто слушает Слово мое и исполняет мое его. Построил дом свой на чем? На камне. Это неподвижно. Скажите, слава Богу, испытания придут в жизнь каждого, но одни рассыпятся, исчезнут как туман, а другие Бога прославят на земле и на небе. Я просто воздохновляю молодежь. Держитесь Господа искрым сердцем. Сделайте переоценку ценностей и вкладывайте себя и время свое в недвижимость. Слово Божье это лучшее, что я знаю, чем может жить человек и быть полностью безопасен. Пересмотрите вашу молитвенную жизнь. Если вы в чем-то себя увидели или услышали, пожалуйста, действуйте. Скажите, с этого дня, Господи, я решаю, я ложу это в сердце. В моей молитвенной жизни что-то будет меняться. С этого дня я ложу в сердце, Господи, каждый день, каждый день я буду читать Библию. Это серьезно, я говорю. У нас учатся студенты, они обязательно в день читают три главы, а некоторые по благодати читают по десять глав в день и больше. Это такое благословение, друзья мои, это жизнь и благословение на веки и веки. Аллилуйя. И возможно, кто-то из нас попадет в этот львиный ров, но ради того, чтобы имя Божие прославилось, ради того, чтобы такие горделивые цари, они сказали, пожалуйста, издаю повеление указ, все преклоняйтесь пред Богом Даниила. Аллилуйя. Бог прославит свое имя велико в последнее время в церкви, в собраниях и среди молодежи. И когда наша молодежь подымется, послушайте, когда молодежь наша начнет проповедовать и петь, когда лица ваши просветлеют и будут сиять, мир придет посмотреть на вас. Мир придет послушать вас. Мы сейчас возвратились с путешествия по Америке, 90 человек хор молодежный просетили где-то там 28, около 30 собраний. И я наблюдал, что есть церкви много, что у них хоры хорошо поют, но когда поет молодежь это что-то необыкновенное. И многие идут и посмотреть, а еще и послушать есть что, вы не представляете, как они вдохновляются. Поэтому мы должны служить благословением друг для друга. Вы слышите меня? Я желаю вам, чтобы во всех благословил Бог, чтобы ваша юность, она действительно была благоуханием Христовым, чтобы через вашу жизнь прославлялся Бог. Пусть воля Божия исполнится в твоей судьбе и в жизни, а имя Божие это будет благословено ныне и во веки. Аминь. Давайте поклонимся ему. Помолимся и поблагодарим Бога за